Для тех, кто в следующем году впервые устроится на работу, сведения о трудовой деятельности будут фиксироваться только в электронной форме. А значит, доступ к информации о работнике станет удобнее и быстрее. Повысится и уровень безопасности данных, а также появятся возможности дистанционного трудоустройства. Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получать через личный кабинет на сайтах Пенсионного фонда России и Госуслуг. Я думаю, что для работников, безусловно, не всех, может быть, кто-то будет недоволен, может быть, в малом бизнесе, или те, кто предпочитает нелегально работать, это не очень понятно и не очень интересно, для работников предприятия, мне кажется, это дополнительное такое удобство. Те работники, у кого имеются бумажные трудовые книжки, могут их сохранить. В этом случае работодатели будут ввести сразу два документа и отражать изменения как в бумажном носителе, так и в виртуальном. Теперь работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд информацию о кадровых изменениях, о переводе, увольнении или повышении работника. За невыполнение предусмотрена административная ответственность. Переход к новому формату трудовых добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. До конца этого года каждому работнику необходимо сделать выбор и написать заявление о том, как он хочет фиксировать свою трудовую деятельность. В случае, если работник выбирает бумажную трудовую книжку, то работодатель просто продолжает ее ввести и при увольнении выдает ее на руки. У следующего работодателя такой работник также имеет право заявить о введении бумажной трудовой книжки или изменить свой выбор. С начала года 30 тысяч работников в Самарской области сохранили бумажные трудовые, а около 7 тысяч решили перейти на электронный вариант. Мэри Илчан, Константин Головин. События.